Мне кажется, самое важное, что произошло в ушедшем созыве законодательного собрания в последние пять лет, это даже пусть очень важные, но не конкретные законопроекты, которые были приняты. Можно вспомнить и поддержку бизнеса, краевую часть этой программы из-за ковида, то, что федерация довольно эффективный пакет мер принимала, и краевой парламент точно так же принимал краевые меры, которые сработали. Можно вспомнить нашу инновацию с жилищными сертификатами для детей-сирот, можно еще вспомнить ряд законов, но за эти пять лет произошел очень сильный структурный перелом. Закончился парламент эпохи УСА, и Александр Викторович, когда ушел исполняющим обязанности губернатора, потом стал губернатором, вслед за этим трагические жизни ушел Клешко, тоже очень знаковая фигура для Красноярского краевого законодательного собрания. Парламент стал другим. И вот нельзя сказать, что он был оппозиционным, он никогда не был оппозиционным, кто бы ни был губернатором, кто бы не возглавлял исполнительную власть. Но у парламента всегда была очень четкая и очень важная позиция по ряду вопросов. Так устроено, что стратегии, безусловно, пишет и предлагает исполнительная власть, правительство. Но наличие собственной позиции, мнения краевого парламента, ядра краевого парламента, очень важной группы депутатов, это наиважнейший фактор, потому что он балансирует краевые решения. То есть это такая принципиальная позиция, которую депутаты отстаивают до последнего? Невозможно было изменить ее мнение, может быть, по каким-то направлениям? Нет, позиции, они могут сближаться, могут расходиться, безусловно, диалог и дискуссия, это очень важные вещи в политическом процессе, они меняют позиции. На самом деле это неупертость до последнего, да, само наличие позиций по ряду вопросов принципиальнейшим вопросам, которые есть в краевой политике, в промышленной политике, в энергетике и в остальных таких вещах, которые проявлялись при парламенте УСА, вот мне кажется, с уходом вот этих двух фигур, которые я назвал, эта позиция как минимум пошатнулась, а как максимум девальвировалась. И в этой части, вот это, наверное, самое сильное структурное изменение, которое случилось за эти пять лет в парламенте. Называя вещи своими именами, максимально прямолинейно, роль парламента снизилась, а не с точки зрения принятия законов, их не примешь без парламента, понятно, он был, есть и будет в этой части, да, но именно как фактор краевой политики, бесспорный фактор, чьи позиции считаются, заранее консультируются и так далее, вот эти вещи мы, безусловно, за эти пять лет, вот во второй части этой пятилетки мы потеряли. А депутаты регионального парламента, они стали более доступны населению? Стало больше проходить встреч? Стало больше общения? Может быть, появились какие-то другие рычаги, когда в любой момент избиратель может напрямую выйти на своего депутата? Ничего очень сильно в этой сфере не изменилось, скажу больше, принципиально не изменилось, ничего не изменилось. Все возможности, все инструменты есть, но вот, например, если мы порассуждаем о следующем созыве парламента, как мне кажется, каким он должен стать, то вот ключевая задача, это, конечно, вернуть ту утраченную позицию, экспертную, политическую и, что очень важно, обращаясь к вашему вопросу, позицию, которая опирается на правду жизни с мест, на общение с жителями, на выезды в территории и работу прям конкретно в городах и сельских поселениях. Почему я об этом говорю? Мы просто имеем прям, вот у меня в практике есть несколько случаев, когда в разговоре с тем или иным министерством, с тем или иным министром я слышу, что, ну, Сергей Саныч, мы все прекрасно представляем, но что вы нам про эти проблемы Назарова, про эти проблемы Боготола рассказываете? Все понятно, все плюс-минус везде одинаково, никакую там Америку вы нам не открываете. Но когда этого министра берешь и привозишь территорию, приземляешь на землю и фактически, ну, извините, тыкаешь носом в какие-то вещи, да, в его отрасли, в некоторых случаях там открываются глаза и подходы меняются, что самое важное. И когда мы говорим про возврат вот некой такой важной политической составляющей в лице парламента, представительный орган, который представляет людей, он знает как бы о проблемах максимально хорошо и плотно на вот этом нашем краевом политическом Олимпе. Так вот, как раз это связь с людьми, связь с проблемами с территорией и позволяет очень, ну, серьезно продвигать свою позицию и точку зрения, потому что она опирается на правду жизни. И я уверен, что в этой части парламент должен стать сильнее. И вот руководство, вот те люди, которые будут во главе законодательного собрания, конечно, эту задачу должны перед собой ставить в первую очередь. Продолжение следует...